Ты будешь найден И психолог, практикующий психолог и педагог Виктория Мельниченко. Здравствуй, Виктория! Конечно, у нас сегодня очень хорошее положение в Украине, тенденция к увеличению приемных семей, тенденция к тому, что у нас закрываются детские дома-интернаты, тенденция к тому, что детки у нас сегодня находятся в семьях. Очень хорошая работа, наверное, проводится в том, что у нас сейчас есть вот этот проект и социальная программа по работе с семьями СЖО, то, что у нас набран штат сотрудников по социальной работе, где работают с семьей, чтобы дети не забирались из семей, чтобы они оставались в биологических семьях. И что, меньше детей стали забирать из семей кризисных? Да. Такая статистика есть, да? Конечно, да. Сегодня уже, если раньше, допустим, можно было в любом суде, в судебном порядке лишить родителей родительских прав, но это было достаточно просто, то сегодня, скажем, это не так просто лишить человека родительских прав. Сегодня суд подходит к этому совершенно по-другому. То есть рассматриваются различные вопросы, и лишить родительских прав должны быть очень веские основания, опять же, о которых мы говорили, угроза для жизни и здоровья ребенка. Во всех остальных случаях, то есть сегодня дети у нас не забираются из семьи. Ну и, конечно же, увеличение приемных семей. Я бы хотела сказать о том, что, конечно же, сейчас у нас тенденция к тому, что вот центральная, восточная Украина, но у нас было больше всего детей-сирот. Поэтому у нас и большее количество приемных семей, детских домов семейного типа. Я слышала, что Ваша Днепропетровская область стала сейчас как бы пилотным проектом или такой показательной в том, чтобы опустошить интернаты и детей раздать в семьи, да? Достигли очень хороших результатов, правда. Здорово. Сегодня у нас родители стоят в очереди, просят, чтобы взять детей. Это практически невозможно. Детки, которые у нас остались, это дети либо с особыми потребностями инвалиды, либо дети, которые достигли старшего возраста уже. Здорово. То есть, да, и не всегда такие дети согласны идти многие в семьи. Поэтому вот за последнее время, допустим, в нашей области созданы...